А вогуле святкование культу протков, поклонение проткам началось еще с момента хаутур паховального обрада, затем дани на памяти проткам на шастины, сороковины и иншие святы до годовин. И все это сканчивалось дядами, коли шановались не конкретные померлые, а вогуле все протки, вогуле шматликие поколения своей семьи. И это отбывалось в основном на восиньские дяды, так званные Змитровские дяды. Змитровские дяди Змитровские дяди У вогуле на Беларуси протков паминали не один раз на год. Есть регионы, где дяды святковали 11-12 раз на год. Например, на Лепельшине святковали, а кроме дядов еще и бабы, это свои особливые пережитки матриархату, когда на бабы паминали только представники роду по жанушей линии. Ну а вогуле для Беларуси характерно святкование дядов четыры раз на год. Гэта зимовые дяды перед Масленницей, весновые дяды, радауница, летние дяды перед Семухой и восиньские дяды. У православной традиции гэта Змитровские дяды, тому что уже при християнстве у православной конфессии дяды были привязаны до свята Змитра Салунского 26-го Кастрычника по старому стылю. А у католицкой традиции дяды святковалися на наступный день после всех святых гэта 2-го листопада по новому грыгориянскому стылю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро петербурги Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро петербург до нас, минавито у наш свет, у нашу хату, навод разбирали дошки, столи над бельками, каб души протков пришли до нас у хату, и каб мы разом с ими отцветковали гэтае свято, помянули их, и узгадали все их добрые справы. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»